Лабораторная работа Лабораторная работа Изучение фарвакумного насоса Ориентирована на студентов первого курса Изучающих молекулярную физику Исследуемый насос Представляет собой Серийно выпускаемое промышленностью устройство В лабораторной установке Насос размещается таким образом Чтобы доступ к нему был ограничен Для знакомства с внутренним устройством И принципом работы фарвакумного насоса В лаборатории имеется специально разобранная модель Пластинчато-статорного насоса Рабочая камера насоса Представляет собой полый цилиндр Внутри которого вращается другой Играющий роль поршня цилиндр Ось симметрии которого Смещена относительно оси вращения Расположенная в статоре насоса пластина Поджимается закрепленной в крышке пружиной В результате эта пластина Всегда оказывается плотно прижатой К вращающемуся цилиндрическому поршню Газ из откачиваемого объема Попадает в рабочую камеру насоса Через специальное отверстие Проделанное в его кожухе При вращении цилиндрического поршня Газ перемещается по рабочей камере В сторону отверстия В котором расположена пластина Именно через это отверстие Газ продавливается в камеру статора Откуда удаляется в атмосферу Перед началом выполнения Основной части работы Необходимо измерить Объем рабочей камеры насоса Для этого удобно воспользоваться Линейкой и штангельциркулем С помощью гибкого резинового шланга Форвакуумный насос подсоединен К выполненной из стекла Вакуумной системе Такие системы Сравнительно легко изготавливаются И просто ремонтируются В стеклянной вакуумной системе Легко отыскать течь Несмотря на это Промышленность чаще изготавливает Металлические вакуумные системы Которые отличаются Большей долговечностью И допускают изготовление Больших объемов Поддерживаемых при низких давлениях При первом знакомстве Вакуумный пост Даже простейшей учебной установки Может произвести впечатление Достаточно сложной И запутанной конструкции В реальности Он состоит из очень небольшого числа элементов Которые должны быть использованы В процессе выполнения работы Помимо многочисленных соединительных трубок В системе легко обнаружить приборы Для измерения давления Масляный манометр И манометрическую лампу Давление в системе Может быть изменено В результате ее откачки Фарвакуумным насосом Или в результате Постепенного напуска в нее Атмосферного воздуха Через специальные Натекатели Основная доля объема Вакуумной системы Приходится на цилиндрический баллон Размеры которого Не заданы Одним из заданий К данной лабораторной работе Является Определение Величины Объема Этого баллона Для решения Этой задачи В установке Имеется Еще один Баллон Объем которого Известен Подпаянная К установке Сравнительно Узкая трубка Предназначена Для изучения Зависимости Характера Смечения Клеющего Разряда От давления Газа Расположенная Левее Разрядной Трубки Оставшаяся Часть Установки В данной Лабораторной Работе Не используется Практически Любая Вакуумная Система Содержит Вакуумные Краны Элементы Обеспечивающие Управление Работой Системы Вакуумный Кран Состоит Из двух Притертых Друг к другу Полых Стеклянных Цилиндров В боковой Поверхности Внешнего Цилиндра Сделано Небольшое Отверстие Через Которое Он Подсоединяется К вакуумной Системе Другая Часть Вакуумной Системы Подсоединяется К нижнему Отверстию Внешнего Цилиндра Внутренний Цилиндр Представляет Собой Вращающуюся Коническую Трубку В боковой Поверхности Этой Трубки Также Имеется Отверстие При Совпадении Боковых Отверстий На внешнем И внутреннем Цилиндрах Обе части Вакуумной Системы Оказываются Соединенными Друг с другом Что соответствует Открытому Состоянию Крана Если же Отверстия На цилиндрах Не совпадают Кран Оказывается Закрытым Для протекания Воздуха Для обеспечения Плотного Прилегания Цилиндров Друг к другу Используется Специальная Вакуумная Замазка Для удобства Работы С вакуумным Краном Ручка К внутренней части Цилиндра Припаивается Таким образом Чтобы задаваемое Ей направление Указывало На положение Отверстия Во внутреннем Цилиндре Стеклянный Кран Вакуумной Системы Представляет С собой Весьма Хрупкую Конструкцию Открывать И закрывать Такой Кран Нужно Весьма Осторожно Поворачивая Кран За стеклянную Ручку Одной Рукой Другой Рукой Следует Его Придерживать За внешний Стеклянный Цилиндр Неосторожное Обращение Со стеклянным Краном Может Привести К его Разрушению И как следствие К разгерметизации А возможно И разрушению Значительной Части Вакуумной Системы Приступая К выполнению Работы Необходимо Откачать Вакуумную Систему Кнопка Для включения Фарвакуумного Насоса Располагается На стене Вблизи Установки Однако Перед включением Фарвакуумного Насоса Необходимо Выполнить Ряд Важных Действий Будем Считать Что Ранее Выполнявшие Эту работу Студенты Правильно Выключили Фарвакуумный Насос Напустив В него Воздух После Остановки В этом Случае Ближайший К фарвакуумному Насосу Кран Соединяет Насос С объемом Комнаты Находящимся Под атмосферным Давлением В целях Сохранения Насоса В работоспособном Состоянии Не стоит Ставить Перед ним Непосильную Задачу Откачать Весь воздух Из аудитории Центральный Кран Следует Перекрыть И только После этого Подать Напряжение На мотор Насоса Если Вы Выполните Все Правильно То Через Одну Две Секунды После Включения Насоса Звук Работы Его Мотора Будет Напоминать Довольное Урчание Исходное Состояние Вакуумной Системы На которой Вам Предстоит Работать Во многом Зависит От того Какие Действия Совершал Ваш Предшественник Завершая Свою Работу На этой Экспериментальной Установке Хочется Ребята Но Кто Б Сказал Как Отключить А Жить Так Хочется Ребята Но Кто Б Сказал Как Отключить У Непутевых Лаборантов Переменился Цвет Лица Лишь Свежий Ветер Гамма Квантов Сдымает Фартук Из свинца Лишь Свежий Ветер Гамма Квантов Сдымает Фартук Из свинца Заплачет Тут Преподаватель В уне Деливший Вольт На Ом И Дорогая Впрочем Хватит Не Будем Больше Оплатом И Дорогая Таким образом Приступая к работе На лабораторной установке Полностью Нельзя быть уверенным Ни в чем Лучше Готовиться К худшему Поэтому Перед тем Как приступать К откачке системы Обязательно Убедитесь Перекрыты Ли все Краны У Натекателей Правый Кран Масляного Манометра Рекомендуется Открыть Это Гарантирует Равенство Давлений В правом И левом Коленах Манометра И вам И лаборантам И преподавателям Будет гораздо Спокойнее Если перед тем Как начинать Откачивать Систему Вы перекроете Все остальные Ее краны Откачку Вакуумной Системы Следует Начинать С открытия Крана Отделяющего Ее основную Часть От Фарвакуумного Насоса Через Одну Две Минуты После Подключения Фарвакуумного Насоса К основной Части Откачиваемой Системы В ее Объеме В манометрической Лампе И в Разрядной Трубке Установится Предварительный Вакуум Создав Предварительный Вакуум В основной Части Системы Нужно Откачать Калибровочный Объем И Масляный Манометр Самую Грубую Оценку Величины Давления В вакуумной Системе Можно Сделать Прислушиваясь К звуку Создаваемому Работающим Фарвакуумным Насосом Если Насос Подключен К объему С газом Давление Которого Близко К атмосферному Захлебывающийся Шум Работающего Фарвакуумного Насоса Принципиально Отличается От звука Создаваемого При работе В нормальном Режиме Когда он Подключен К объему С предварительным Вакуумом Отличить Откачанный До сравнительно Невысокого Вакуума Объем От объема Заполненного Газом И атмосферным Давлением Можно По появлению Тлеющего Разряда В разреженном Дазе Помещенном В сильное Электрическое Поле Создаваемое Высоковольтным Трансформатором Тесла Трансформатор Следует Включить В сеть 220 вольт Поднести Электрод К тонкому Трубопроводу Вакуумной Системы И нажать На кнопку Расположенную На изолирующей Ручке Работающий Трансформатор Должен создавать Легкий шум А в откачанном Объеме Вакуумной Системы Вблизи Его электрода Должно Восникать Включение Цвет И интенсивность Которого Зависят От химического Состава И давления Газовой Смеси Небольшие Течи В вакуумных Системах Могут быть Легко Обнаружены По характерному Снопу Искр Возникающих Вблизи Микроотверстий В стекле Для Количественных Измерений Малых Давлений В откачиваемых Объемах Весьма Удобен Термопарный Манометр Манометрическая Лампа Прибора Содержит Нагреватель И термопарный Измеритель Температуры Давление Газа Определяется Исходя Из эффективности Передачи Теплоты От нагревателя К термопаре Перед Включением Прибора Весьма Желательно Не забыть Подсоединить Разъем К манометрической Лампе После Включения Прибора Нужно Установить Переключатель На первый Диапазон Измерений И выбрать Режим Измерения Тока Накала Поворачивая Ручку Регулятора Величины Тока Нужно Выставить Его Максимальную Величину Величина Тока Накала Для измерений Во втором Диапазоне Указана На приборе После Регулировки Тока Накала Прибор Переводится В режим Измерения Давлений Позволяющий Следить За ходом Откачки Системы В реальном Времени При достижении Предельных Для первого Диапазона Измерений Давлений Разумно Перейти К измерениям На втором Диапазоне Помимо Ламповых Манометров Для измерения Давлений В системах Откачиваемых Фарвакуумными Насосами Часто Используется Гораздо Более Простой Прибор Масляный Манометр При подготовке Манометра К работе Его откачивают До максимально Возможного Вакуума После этого Одно Из колен Манометра Перекрывают А другое Подключают К объему Давление В котором Подлежит Измерению Разность Уровней масла В коленах Манометра Очевидно Определяется Разностью Давлений Для вычисления Которой Необходимо Знать Плотность Жидкости Например Если При работающем Насосе Открыть Один из Натекателей Вакуумной Системы Спустя Небольшой Промежуток Времени В вакуумной Системе Установится Стационарное Значение Давления Его Величина Определяется Как скоростью Откачки Насоса Так И скоростью Поступления Воздуха В систему Через Натекатель Для измерения Объема Вакуумной Системы Содержащей Калибровочный Баллон Можно воспользоваться Законом Бойля-Мариотта После Измерения Давления В системе С подключенным К ней Вакуумным Баллоном Кран Соединяющий Баллон Системой Перекрывается А система Откачивается После того, как основной объем системы будет откачен, его следует отключить от фар-вакуумного насоса и соединить с калибровочным баллоном, давление газа в котором известно. По отношению установившегося в системе давления к исходному давлению в калибровочном баллоне и известному объему калибровочного баллона нетрудно вычислить объем откачиваемой части системы. Масляный манометр может нормально работать до тех пор, пока разность давлений газов в его коленах не превосходит максимального значения, равного давлению столба масла, высота которого равна высоте колена манометра. При превышении этого значения масло полностью выдавливается из одного из колен манометра и после этого выталкивается в вакуумную систему. Манометр выходит из строя и не восстанавливает свою работоспособность даже после того, как давления газов в обоих коленах будут выровнены. Это связано с тем, что в момент выталкивания из манометра масло насыщается пузырьками газа. Для того, чтобы испорченный манометр вернуть в работоспособное состояние, необходимо открыть кран, соединяющий оба его колена, и оставить прибор под откачкой на достаточно длительное время. Попавший в масло газ будет выделяться в виде пузырьков, постепенно поднимающихся наверх. Процесс обезгаживания масла можно существенно ускорить, нагревая нижнюю часть манометра. Процесс восстановления манометра можно считать завершенным, после того, как в столбах масла, находящегося под откачкой, перестанут выделяться пузырьки газа. После окончания работы с вакуумной установкой не забудьте выключить форвакуумный насос и, что очень важно, сразу же после его остановки напустите в насос воздух при атмосферном давлении, воспользовавшись краном, расположенным между форвакуумным насосом и вакуумным постом. Напускать воздух при атмосферном давлении в вакуумную систему совершенно не обязательно. В заключении кратко познакомимся с тем, как можно отремонтировать вакуумную систему, выполненную из стекла. Навыки работы со стеклом необходимы не только при ремонте, но и при изготовлении оригинальных вариантов вакуумных систем. Основным инструментом при работе со стеклом является газовая горелка с воздушным поддувом. В отсутствии воздушного поддува горелка дает достаточно холодное коптящее пламя. Воздушный поддув приводит к существенному повышению температуры пламени и делает ее достаточной для того, чтобы стекло в этом пламени размягчалось. Вторым важнейшим инструментом стеклодувщика, который он практически не выпускает из рук, а точнее из губ, является тонкая резиновая трубочка. Эта трубочка одевается на специальный стеклянный отросток, подпаиваемый к вакуумной системе и открытый внутрь нее. Во время пайки вакуумной системы стеклодувщик все время слегка дует в нее или осторожно отсасывает воздух. Создавая таким образом небольшие избыточные давления или разрежения, он регулирует радиус кривизны размягченных стенок вакуумной системы в том месте, где они разогреваются горелкой. Третьим рабочим инструментом стеклодувщика является тонкая стеклянная палочка, сплющенная на конце. Обычно ее изготавливают из стеклянной трубки малого диаметра. Для того, чтобы аккуратно отрезать от стеклянной трубки ее небольшую часть, на месте разреза при помощи алмазного резца или обыкновенного напильника достаточно сделать небольшую царапину. Переламывая трубку по месту надпила, легко получить очень аккуратный скол, если предварительно слегка послюнить сделанную царапину. Стоимость обучения разрезания тонких трубок равняется 1-2 десяткам испорченных образцов. Если необходимо разрезать стеклянную трубку со сравнительно большим диаметром, на ней следует сделать поперечную царапину, после чего локально разогреть стекло вблизи этой царапины прикосновением раскаленной стеклянной палочки. Если в результате проделанной операции разлом трубки не произойдет, весьма полезным оказывается резкое охлаждение области локального разогрева. При неудачном стечении обстоятельств для разрезания трубки описанные операции приходится выполнять по нескольку раз. Наконец, по-видимому, самым трудным и важным элементом работы со стеклом является операция спаивания двух стеклянных трубок. На первом этапе концы спаиваемых трубок равномерно разогревают. Далее, хорошо разогретые концы трубок приводят в легкое соприкосновение, после чего образовавшийся спай слегка растягивают, разводя трубки в разные стороны. Далее, образовавшийся спай разогревают с разных сторон до размягчения стекла, осторожно раздувая место спая для того, чтобы толщина стенок трубки в этой области оказалась по возможности постоянной. Последнее необходимо для того, чтобы остывание стекла происходило по возможности равномерно по всему его объёму. В противном случае из-за локальных температурных неоднородностей в стекле возникнут напряжения, которые с высокой вероятностью приведут к растрескиванию и разрушению остывающего спая. Локальный разогрев и раздувание спая двух трубок нужно проводить таким образом, чтобы возникающая стеклянная конструкция сохраняла симметрию относительно вращения вокруг общей оси двух спаиваемых трубок. После того, как изготовленный спай примет желаемую форму, полученное изделие следует отжечь в более холодном, коптящем пламени газовой горелке. Лабораторная работа КОНЕЦ 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 Продолжение следует...